Привет, друзья! Это итоговый выпуск. Площадка, где нам еще не запретили называть вещи своими именами. По традиции, в ближайшие минуты поговорим о событиях из мира общественного транспорта. На этот раз в формате дайджеста я постараюсь охватить происходящее не только за минувшие 7 дней, но и за весь июнь 2020-го. В День защиты детей глава региона в своем инстаграм-аккаунте опубликовал хорошую новость. Цитирую дословно. Договорились с Минтрансом, прошли конкурсный отбор на федеральную финансовую поддержку обновлений парка электротранспорта. В этом году заменим треть троллейбусов города Иваново. Пример нового троллейбуса на видео. И вот тут конкретно у меня начинаются вопросы. Первое. Почему в своем инстаграме губернатор Ивановской области демонстрирует нам в качестве образца одного единственного производителя? Насколько мне известно, кроме Адмирала существует еще как минимум две марки. Это Пологодская Трансальфа и Уфимский Горожанин. Возможно, я чего-то не знаю и все уже заранее предрешено. А быть может Станислав Сергеевич обладает даром экстрасенсорики и способен предвидеть будущее? Однако, колдуны говорят об этом, как о покупке картошки. Как бы то ни было, пост в инсте у губернатора появился в первый день лета, а тендер о закупке был опубликован 10 дней спустя. Второе и не менее важное – это цена. В 2019 году Иваново закупило 5 единиц у уфимского производителя. Стоимость одной машины чуть более 12 миллионов. С учетом федеральной субсидии один горожанин обошелся Ивановскому МУПу в 7 миллионов 400 тысяч рублей. Спустя год стоимость она у троллейбуса уже 33 с небольшим миллионом. А с учетом федеральной поддержки муниципальному предприятию новенький троллейбус обойдется практически в два раза дороже, чем в прошлом году. А именно 13 миллионов 300 тысяч рублей. Кроме того, губернаторы Ивановской области в планах и дали участвовать в федеральной программе и за несколько лет полностью обновить парк электротранспорта областного центра. Отметим, что далеко не каждый город смог получить федеральную поддержку. Встречались и такие, что даже правильно оформить документы не смогли. С 4 июня в троллейбусах Иванова стали принимать к оплате зеленой карты, универсальной проездной. Стоимость одной поездки 21 рубль, как и монетами. Вероятно, это было сделано для врачей, которым выдали 300 зеленых карт. На каждую карту в рамках социальной акции оператор системы записал 1 тысячу рублей. Частники зеленую карту принимают не во всех маршрутах, и вот теперь медперсонал может ездить и на троллейбусах. Обычно пассажирам выгоднее платить по троллейбусной карте, где в рамках ЭПБ-4 одна поездка с 1 июня стоит 14 рублей 25 копеек. Соответственно, если технически возможен единый пластиковый носитель для платы как в троллейбусе, так и в автобусе, то изначально рациональнее было это и сделать. Вместо этого город в лице ЭПТ выпустил 5 тысяч троллейбусных карт, из которых на руках у населения и в кассах не более 500 штук. Остальные 4500 троллейбусных проездных лежат в ЭПТ мертвым грузом. А это, между прочим, деньги. Деньги налогоплательщиков. Кстати, будьте аккуратнее и старайтесь не терять троллейбусной проездной, так как поездки с утерянной карты по правилам ЭПТ не восстанавливаются. Муниципальные предприятия выживают как может, в том числе и за наш счет. 8 июня глава города Иванов Владимир Шарыпов в своем инстаграм-аккаунте поведал незаблокированным подписчикам еще одну хорошую новость. Цитирую дословно. После встречи с жителями в марте решили, что в Суховку и Рождественске заведем контактную троллейбусную сеть. Проект ремонта проспекта 70-летия Победы пришлось менять. Увеличить разворотное кольцо, опоры и так далее. Сейчас проект проходит экспертизу. Задержка с долгожданным ремонтом связана с этим. И тут я, с вашего позволения, уточню один любопытный момент. Вплоть до начала марта администрация города Иваново присылала нам отписки о невозможности строительства контактной сети троллейбуса в Рождественском. Называли целый ряд причин, ну, как это обычно бывает. Однако гражданские активисты, на то они и активисты, так просто не сдаются. Как минимум три человека беспокоили городских властей относительно суховки и троллейбуса. Интересно, что все эти общественники живут в других районах областного центра. Местечко Отрадное, Ташкентское и улица Минская. Однако это никаким образом не мешает нам бороться и добиваться развития безопасного и экологически чистого транспорта. 11 марта на выездную встречу администрации города и жителей проспекта 70-летия Победы под занавес мероприятия я не только предложил, но и настоял именно на строительстве контактной сети. Ибо на участке в один километр использовать троллейбусы с автономным ходом как минимум нерационально. Это во-первых. А во-вторых, такие троллейбусы в Иванове на данный момент отсутствуют вовсе. 22 июня во второй половине дня на остановке в районе аэропорта Южный появились объявления, предупреждающие пассажиров о том, что целый месяц 11 троллейбус будет следовать до деревни Игнатово и там же разворачиваться. Пожалуй, такое происходит впервые, когда пассажиров заранее предупреждают о временных неудобствах. А за неделю до этого контактники демонтировали линию от Игнатово в сторону коллективных садов. МУПУ ПТ поставило на маршрут 4 троллейбуса марки «Горожанин», которые по задумке троллейбусного руководства должны были проследовать данный участок при помощи аварийного автономного хода. Однако далеко не у каждой машины автономный ход запускался в штатном режиме. Два троллейбуса у нас, к сожалению, только до Игнатово ходят, а два ходят нормально. Ну, так вот, чтобы понятие было, красные, вот они ходят до конца. К сожалению, так. Он пробовал, не получается. 16 июня я сделал небольшой сюжет для интернета, а уже на следующий день в аэропорт поехали все троллейбусы. Только вот запуск аварийной автономки пассажирам приходилось ждать от 4 до 6 минут. Уфимские троллейбусы еще на гарантии о проблеме неоднократно сообщалось начальству, однако руководство муниципального предприятия данную информацию, скорее всего, оставило без должного внимания. После апгрейда программного обеспечения терминалов 17 июня при пополнении баланса универсального проездного зачисляются бонусы из расчета 2 рубля 20 копеек за одну совершенную поездку в период акции. Иными словами, если вы 10 раз оплатили проезд в автобусе или маршрутке, бонусами на зеленой карте появится 22 рубля. Конкретно у меня в период зимней акции было 55 поездок в автобусе, соответственно, на карту зачислили 121 бонусный рубль. Отметим, что бонусы держателям универсального проездного обещали к февралю, однако история с отзывом лицензии у Кранбанка, финансовое учреждение, через которое изначально шли операции по терминалам, а затем началась пандемия, под предлогом которой водители прятали терминалы, в итоге сроки подвинулись. Однако приятно, что оператор транспортной карты сдержал слово, и пассажиры получили обещанное вознаграждение за совершенные поездки. С ульгодников было все немного иначе. С момента введения на областном уровне так называемого режима повышенной готовности и до 6 июля был запрет на оплату проезда социальными картами и картами школьника. Если в марте-апреле практически большинство перевозчиков волшебным образом исчезали терминалы, то в мае-июне львиная доля частников вернулась к приему социальных карт. Пассажиры по аналогии хотели также оплатить проезд и в троллейбусе, но получали отказ. На этой почве между кондукторами и эмоциональными пассажирами порой происходили конфликты. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Губернатору и подчиненным необходимо отчитываться перед Москвой. Но никак не могу понять одного. Почему в результате всего этого безобразия должны страдать простые люди, а троллейбусные предприятия терпеть убытки? В рамках так называемого режима повышенной готовности областной департамент дорожного хозяйства и транспорта неоднократно проводил проверки на наличие у водителей, кондукторов и пассажиров средств индивидуальной защиты. А при отсутствии таковых на водителей составлялись административные протоколы. В свою очередь обращаюсь в адрес департамента дорожного хозяйства и транспорта с просьбой также эффективно проверять и контролировать как выполнение расписания, так и наличие нелегальных машин на маршрутах областного центра. Поверьте, если проводить независимый мониторинг, таковые отклонения найдутся. Между тем наши подписчики сообщают и о других правонарушениях, которые, судя по всему, никому не интересны. Множество жалоб поступает на автобус марки ПАЗ перевозчика новая транспортная компания маршрут номер 2. Как мы знаем, шофера на автобусах получают процент от выручки, а у данного товарища кредиты. Вот и рискуют жизнями пассажиров, подрезая и устраивая гонки. А также может неожиданно встать и не пропускать троллейбусы. На замечание со стороны реагирует по-хамски и просто посылает на три буквы. Что же, низкий поклон департаменту за такой общественный транспорт. И позвольте полюбопытствовать, а где у нас господин Федоров, которого не видно и не слышно, и который за наши налоги, предполагаю, вполне уютно себя чувствует в кресле директора муниципального предприятия. Почему ревизоры троллейбусного парка не фиксируют подобные свинства? Или это в порядке вещей? Кстати, вот уже который год господин Федоров возглавляет рейтинг среди директоров ивановских муниципальных предприятий, как обладатель самой высокой зарплаты. И это в то время, как за норму часов только что отучившийся водитель получает порядка 15-17 тысяч рублей. Бывалые водители при желании могут заработать и больше, прихватив пару смен в замену выходного дня и выйти за тройную оплату. Однако, если мы берем апрель и сокращение выпуска по причине пандемии, Колымов, как таковых, практически и не было. А это значит, что никаких 30 и более тысяч никто из рядовых сотрудников на руки чисто физически не смог получить. Люди массово уходили на боличные и в отпуска. А вот главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» немного иначе относится к своим сотрудникам. У нас ни один не отправлен в неоплачиваемый отпуск, ни один человек. Все получают полностью зарплату, кроме главного редактора и его заместителей, которые получают второй месяц 10%. Наша задача максимально сохранить. Я не уверен, что это возможно, но мы не хотим никого увольнять, отправлять в неоплаченный отпуск. Мы считаем это неверным решением. На сегодня у меня все. Не болейте и берегите друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!